Я приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. Это программа «Время говорить». Глава государства сегодня, как вы, наверное, уже знаете, принял участие во внеочередном съезде партии Нур-Отана. Если все политические аспекты, так скажем, убрать, то, конечно, его речь, она касается простых, собственно, моментов. Это то, как нам перенастроить, опять же, деятельность партии, под то, чтобы в конце концов у нас наше население получало больше доходов, чтобы наносили в обществе, чтобы у него у нас расслоение, неравенство, о чем уже глава государства не раз высказывался. Ну, куда это годится у нас? Половина Казахстана, как сам президент недавно признал, получает менее 50 тысяч деньги в месяц. Вот такая вот серьезнейшая проблема. Серьезнейшая проблема. И своим мнением сегодня поделится на этот счет, что делать, собственно, как нам двигаться. Тем более сейчас реформы у нас идут, мы строим новый Казахстан. Два эксперта. Приветствуем в эфире. По скайпу подключается Мейрам Кожикен, доктор экономических наук здесь у нас. И Ольга Симакова, координатор проектов общественного фонда ЦСПИ «Стратегия». Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Вопрос об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной платформе программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Вот вся проблема в том, что мы неправильно считаем, неправильно статистику ведем, или у нас проблемы все же глубже, как вы думаете? Вопрос к кому? Да, да, да. Вас, да, да, да. Вак, мама. Конечно, я не могу отвечать за все правительство, но по опыту знаю, что индикаторы, которые обозначены в начале года, по мере продвижения конца года корректируются, и в конце года можно нарисовать красивые цифры. Это практика известная. Что касается неравенства, во-первых, надо понять, о каком неравенстве идет речь, да? Экономическое неравенство неравенство, неравенство доходов, неравенство обладания капиталом, их много. И причины. Если взять неравенство доходов, о чем они говорят, и политики, и экономисты, да, и самое главное, что это заботит сегодня и население, неравенство доходов. Там тоже причины есть свои. Заработная плата может быть, низкая заработная плата, отсутствие системы заработной платы в стране, тоже причина неравенства. Да, конечно, надо начать с того, что такое вообще доходы и как их измерять. Это ваш вопрос, серьезно. Да, ну давайте ваше мнение. Сейчас идет, собственно, программу, готовит правительство в течение двух месяцев совместно с нас с палатой, должны подготовить предложение по поводу повышения доходов населения. Все эти вопросы очень важны, все мнения важны, все учитывается. Мы строим новый Казахстан. Вот что нам сейчас надо делать, в каком направлении двинуться, чтобы избежать тех проблем, которые мы сейчас имеем? Надо понять, какую мы вообще строим систему, эгалитарную или же либеральную. Если эгалитарная система, то там просто, да, все собрали в одну кучу доходов, не все, конечно, но доходы, и распределили относительно равных распределений. И либеральные принципы немножко другие. Там человеку дает возможность проявить себя, заработать деньги. И уже, если человек заработал деньги, значит, он работал, старался, трудился. А у другого, низкие доходы, возможно, он немножко и отлынивал. Здесь надо понять подходы. Какую систему мы хотим строить, экономическую, социально-экономическую систему. Если президент сказал недавно, да, 11 января, по-моему, да, января, о том, что мы будем строить социально-ориентированную рыночную экономику. Тоже вопрос есть, больший. Если взять за образец Германии, да, рыночная, социально-ориентированная экономика. Там уже есть принципы. Там мало все вместе изготовить огромный пирог. Ну, национальный доход будет, как бы, образно сравнительно с пирогом. Большой пирог, да. И имеет значение, как этот пирог разделить еще. Причем разделить рынок распределяет, а государство перераспределяет. Принципы перераспределения тоже должны быть. Человек должен заработать большую часть доходов. Он должен заработать. И меньшую часть доходов надо перераспределить через социальные программы. Процессы социальные. Видите, мы пока еще сами не определили, что мы хотим строить, какую систему. Эголитарную, либеральную, социально-ориентированную рыночную экономику. Если германская модель, то там уже ордолиберализм. То есть либеральный порядок, да, ордолиберализм. Поэтому пока мы, точнее не мы, а правительство, пока власти сами не уяснят, что они хотят, какую систему, да, конструкцию этой системы, пока у них в голове не созреет, очень сложно будет двигаться вперед. Потому что мы видим даже буквально в конце прошлого года, по-моему, Аспир благополучно как бы рапортовал о том, что они разработали там несколько комплектов национальных проектов, так оно, по-моему, называется, все здорово. А вот пришел кризис, да, и пришли события аннварские, все превратилось в макула. Видите, да как? То есть система, старая система, когда все пытается вписать какие-то программы, стратегии, уже не работает. И государство тоже должно понимать, что нужны институты, которые не будут допускать неравенства. Институты должны, чтобы и пирог был большой, как можно большой, да, чтобы люди зарабатывали побольше и меньшую часть распределять, перераспределять, чтобы как-то снизить неравенство. Неравенство будет? Ну, давайте, да. Я напомню, что сказал глава государства. Вот вы сказали о его речи 11 января. Вот, пожалуйста, фрагмент из статьи сайта InBusiness. Перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом. Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это действительно хорошо известно. Такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Именно поэтому нам нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры – честные, прозрачные и справедливые. Как это сделать правильно? Какие инструменты использовать? В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют. Да, если можно, сейчас давайте подключим нашего второго собеседника. Это Ольга Симакова, координатор проектов общественного фонда ЦСПИ «Стратегия». Пожалуйста, что думаете, как прокомментируете вот эти слова президента? И фактически у нас новый Казахстан, вот сейчас мы его строим. Добрый день, спасибо большое. Ну, о чем я могу говорить как социолог? Это, видимо, о чайниках и ожиданиях народа. Конечно, конечно. Мы проводим исследования, задаем вопросы, касающиеся и самочувствия социального, и отношения к тем или иным вопросам. И вот если отвечать на ту реплику, которая была сейчас нам представлена, то что же, каковы чаяния народа, да? Это, конечно же, Америку не откроют. Это рабочие места и постоянный доход. И вот той категории граждан, которые имеют и рабочее место, и постоянный доход, это, конечно же, запрос на увеличение этого дохода. Но, опять же, мы должны быть осторожны и должны понимать, что нельзя просто так увеличить механический уровень заработных плат человека, потому что это все-таки повлечет за собой и должно повлечь за собой какие-то процессы, которые потом могут негативно сказаться, в общем-то, на положении того же человека. Но, опять же, скажу, что люди наши достаточно рациональны, и они, я бы сказала, даже так, житейски мудры по нашим вопросам. Они не требуют как бы заоблачного повышения заработных плат. Не то, что не требуют, они не ожидают, они не хотели бы, да, когда там, чтобы у них зарплата, например, увеличилась в 5-6 раз, да. Они говорят о 50-процентном, чаще всего, увеличении заработной платы, ну, или там, или хотя бы в 2 раза. То есть мы не говорим о том, что запрос прямо такой очень острый и... Интересно, интересно. А скажите, пожалуйста, какой-то отклик есть уже на вот эти вот программные, на программную речь президента, которую он сделал 11 января в парламенте, когда выступал? Может быть, вы фиксируете уже какие-то, какое-то изменение, может быть, возрождение надежды, так скажем, или что-то еще? Потому что сейчас идет речь о том, что тотальная трансформация по всем направлениям. Социально-экономическая политика, национальная безопасность и так далее, и так далее, и так далее. Мы меняемся. Хорошо, что мы меняемся, мне этот тезис нравится, но сейчас у нас пока нет данных по реакции населения, мы еще не проводили опрос по этому поводу. В общем-то, это связано и с ситуацией в стране, потому что сейчас не совсем безопасно это делать, а онлайн опрос мы еще не запускали. Но, тем не менее, хочется надеяться, что будут какие-то изменения, но пока мы не видим каких-то, скажем, предложений конкретных, которые мы могли бы обсудить или замерить на населении пока. Потому что нам кажется, что сейчас пока еще рано это делать, еще не выработаны конкретные предложения, позиции, и, соответственно, еще высок эмоциональный фон после январских событий, и надо немножко остановиться и немножко подождать, для того, чтобы потом принимать решение на трезвую голову. Ну, в принципе, так власть сейчас и делает. У Токаева именно такой приоритет, то есть все постепенно. Всем раздал глава государства поручения, всем поставил сроки. Мы ждем сейчас, какие реформы будут предложены. Я напоминаю, сам рук должен трансформироваться, поменяться на это все месяц, в том числе в госзакупках своих разобраться, которых там черт ногу сломит, огромное количество коррупции. Правительство должно представить программу по увеличению доходов населения. А мы, конечно, и экспертное сообщество, мы сейчас дискутируем, собственно, что нам надо, какие аспекты надо обязательно учитывать в этой программе. Ну, вот, с учетом того, что высказал социолог сейчас, это, конечно, повышение заработной платы. Почему? Ответ в соцсетях. Смотрите, что пишут. Давайте сейчас я попрошу, чтобы поставили наши режиссеры вот этот фрагмент. И посмотрим. Это вот самый свежий пост. Здравствуйте, уважаемые участники группы. До каких пор будут расти цены? Все абсолютно, все подорожало и дорожает на постоянной основе. Вроде бы были обещания по поводу снижения цен на продукты питания. Зарплаты срезают, но цены растут постоянно. Спиртное сильно подорожало. Люди огнищали уже. Ну вот, главная проблема – это инфляция, рост цен. Господин Кожакин, что ответить населению, как новую надежду вселить в это все? Я бы вообще хотел вернуться к вопросу предыдущему. Вы сказали, мы меняемся. Вот кто мы? Пока я слышал, что дали поручение правительству. Звуки посторонние, да? Нет, все хорошо, продолжайте. Не обращайте внимания. Да, даны поручения правительству, даны поручения Акиматам, даны поручения Самру Казне. А где вообще общество? Конечно, обществу поручения никто не может дать. Ну а где вообще интересы общества? Где участники от общества при обсуждении вот этих уже предложений, шагов, направлений? Опять общество находится в режиме ожидания. Когда государство созреет, напишет новые программы, все будет здорово, все будет, ну, как в сказке. Такого не бывает. Анимаки до сих пор мы не изменились. До сих пор государство пытается доминировать и мешать за всех. Что делать, куда двигаться. Что касается неравенства, вообще в любом обществе есть консенсус о том, что какой-то уровень неравенства, он допустим. Но то, что у нас происходит, огромный разброс, да, когда сотни, тысячи человек получают огромные доходы и миллионы получают в сотни раз меньше. Вот как раз проблемой является не просто неравенство, а размеры, уровень неравенства и причины, которые влекут этого неравенства. До сих пор государство пытается какими-то своими программами, планами, перераспределением доходов собрать. Какой-то фонд, национальный фонд или фонд, халок фонд и перераспределить. Может быть, это решение краткосрочное, на месяц, на два, на три. Но в долгосрочном плане вопрос так и решается. Вы сказали, что президент дал поручение изменить экономическую политику. Надо менять не политику, надо менять модель экономики. Надо менять основу. И не просто модель экономики, и модель социальной системы. Они вдвоем должны быть реформированы. Причем в ближайшее время у нас старая модель. И как бы мы новые программы, новые стратегии, новые политики разрабатывали, все это будет по старой модели. Я же не случайно сказал, что вот те труды агентства по стратегопланированию, потраченные в течение прошлого года, они были напрасны, потому что опять изменился контекст, ситуации, условия, контекст. Извините меня. Да, но смотрите, у нас пять минут. Я вас понял, вашу мысль уловил. Нам нужно становиться на новые рельсы. Но мне хочется понять, в каком направлении тогда эти рельсы должны быть. Давайте ваше мнение, вот как доктора экономических наук. То есть, что нам сейчас на данном историческом этапе необходимо? Какое социально-экономическое развитие? Кого мы должны брать, может быть, за основу? Если раньше мы говорили, что нам нравится Сингапур, Ликон Ю и эти, значит, юго-восточные, господи, тигры эти, которые совершили рывок, эти страны Юго-Восточной Азии, то теперь что? Нам больше смотреть в Европу, на Запад, на Арабский мир? Я бы не стал искать аналоги, образцы, какие-то братья, перенимать опыт. Нет, невозможно. Потому что культурная среда другая. История политическая другая. Совершенно. Мы должны выстраивать институт социального партнерства. Я об этом говорю и буду говорить. Когда три стороны правительства, ну, государства, стороны работников, стороны предпринимателей втроем научатся обсуждать очень сложные проблемы, находить по ним консенсус. И тогда вот втроем можно найти вот тот свой, ту свою модель, казахстанскую модель, которая вытянет нас из той ситуации, в которой мы находимся. Только сообща, у нас своя культурная среда, особенности, окружение, экономика. Поэтому принимать модель чужую, ну, это уже не работает. И не работало вообще. — Довольно интересное заявление. Спасибо, потому что... И самое интересное сегодня, опять же, я возвращаюсь к этому главному политическому самутию дня, это съезд в неочередную партию Нуратам. Там глава государства говорил в том числе о программе занятости. Для молодежи она есть, она работает. Но, как подчеркивает Токаев, результаты опросов, соцопросов показывают, что большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Вот и все, собственно. И это надо менять, сегодня заявил глава государства. Вот такая проблема есть. Если можно, Ольга, пожалуйста, вам слово насчет этого. Мне бы хотелось понять. И сразу второй вопрос по поводу социального кодекса. Мы хотим его принять. Это тоже задача. Глава государства в этом сказал. Что вы думаете об этом? — Спасибо. Ну, опять же, я соглашусь с предыдущим оратором по поводу того, что нужно менять модель. В данном случае я говорю о том, что нужно менять условия и есть запрос. Потому что, опять же, вы все время говорите неравенство, повышение зарплат, ну, вернее, неравенство социальное. Мы можем сказать, что у нас неравенство существует практически везде. Смотрите, у нас неравенство в развитии регионов, у нас неравенство в доходах, у нас неравенство между селом и городом. Это все проблемы, которые нужно изучать. И вот так вот с кондачка за один месяц написать программу для того, чтобы здесь и сейчас все исправить быстро, в то время как за предыдущие периоды в течение работы предыдущих программ это все не было сделано. Ну, наверное, это должно быть какое-то волшебство. Поэтому я думаю, что сейчас, если мы уж, опять же, вернемся к тому тезису, что мы меняемся, то давайте и подменяем подход. Давайте все изучим, давайте все посмотрим и решим, что нам именно нужно, что нам не нужно. Потому что, опять же, если мы возвращаемся к зарплатам, то мы понимаем, что неравенство зарплат, оно особенно видно по отраслям. То у нас есть высокодоходные отрасли, у нас есть низкодоходные отрасли. И как здесь менять ситуацию, да? И, опять же, есть наши пожелания, есть наши возможности. Повышение зарплаты, оно должно быть обоснованным. Спасибо большое, да. Спасибо большое вам за ваше мнение. Это была программа «Время говорить». Мы сегодня обсуждали важнейший социальный вопрос. Я надеюсь, нам правительство представит ответы на те вопросы, которые мы поднимали в эфире. До свидания. Смотрите нас каждый будний день в одно и то же время. Спасибо. 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 Спасибо.